В эту передачу мы будем приглашать людей активных в социальных сетях для конструктивного диалога с властями. К сожалению, сегодня вышла странная ситуация, по которой Минцельхоз отказал нам в предоставлении экспертов. С 10 часов утра мы пытались дозвониться, но, к сожалению, так никто и не появился в нашей студии. Поэтому сегодня мы будем рассматривать только общественное мнение. И сегодня у нас в гостях замечательный человек Мирсулджана Мазалы. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько мне известно, вы были против интеграции Кыргызстана в ЕС. Почему? Какие причины? Изначально мы выступали против того, чтобы Кыргызстан присоединился в таможенный союз, который был переформатирован под ЕС. Потому что в целом эта структура и инициатива Кыргызстана о включении подразумевал в основном политический и геополитический вопрос, нежели экономический. То есть экономически изначально ничего не было просчитано. Лишь политики, чиновники, они выступали яро, говорили, вот мы только зайдем и заживем как в раю. У нас будет построено много лабораторий, у нас будет много экспорта. Да, мы убиваем реэкспорт, но мы открываем дорогу чему-то новому. Дальше все остальное сводилось к тому, что со своими подконтрольными организациями, ведомствами, они лишь занимались тем, что травили тех людей, которые выступали против. Мы же в свою очередь задавали им прямые вопросы. Говорили, смотрите, у нас сейчас получается примерно в два раза меньше таможенные тарифы. Как это отразится, например, на ценах? Второе, каким образом вы будете делить долю в процессе принятия решений? Насколько голос Кыргызстана в дальнейшем будет услышан, когда вы входите? И я знаю, что наши акции, которые проходили в Кыргызстане, они помогали нашему правительству в переговорах с партнерами по ЕС, потому что они могли говорить, вот смотрите, ребята, у нас общественность все равно бунтует, и нам нужно им показывать, какие преференции мы можем взять. Но по моим ощущениям сложилось так, что группы людей и представители власти, которые представляли Кыргызстан на этих переговорах и на последующих переговорах, возможно, они были некомпетентны. И особенно сейчас, когда дело уже коснулось того, что надо работать, но я не знаю, что и каким образом эти переговорщики, эти члены комиссии от нас, что они конкретно делают. Потому что каждый раз мы видим, что товары с несколькими тоннами или десятками тонн останавливаются на территории России и возвращаются. И в основном это овощи и фрукты. Нам же говорили, что все товары из Кыргызстана будут в России и в Казахстане, что нам открывается огромный многомиллионный рынок, но в итоге нам этот рынок не открылся. И я бы вот сейчас по факту да, мы вступили. И сейчас говорить о том, вот не надо было вступать или давайте выйдем, я думаю, что это уже смысла не имеет. Сейчас смысл имеет вопрос в том, как представители нашей власти справляются. Потому что они на месте могут уже обсуждать, могут вопросы решать. Вот были те же самые вопросы, когда фуры с товарами из Европы в Кыргызстан направлялись через Россию. Так мы, Россия и Кыргызстан же являемся членами таможенного союза, да, вот ЕС. И каким-то образом нам они тоже их не пускали. И пришлось этим предпринимателям продумывать вообще другие пути. Насколько я понял, они продумали путь Грузия, Иран, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан. То есть это немыслимо. Если мы сейчас говорим, что стратегическим экономическим партнерам и торговым партнерам мы выбрали для себя Россию, Казахстан, Беларусь, то мы должны от них тоже видеть, что они нам облегчают тоже жизнь в определенной степени. Пока что так случилось, что проблемы возникают каждый раз, возможно каждый день, но их решениями или их решения мы пока не видим. Потому что, номер один, что было сделано, вот уже сколько лет прошло, с тех пор, как мы вошли в ЕС, и столько же лет мы обсуждали вопрос, и власти продвигали, и говорили, вот-вот у нас на днях появятся лаборатории. И эти лаборатории до сих пор в нерабочем состоянии, иначе наши фермеры могли бы сертифицированные товары брать, и тогда уже с меньшими проблемами направлять их на рынки России, Казахстана и Беларуси. Пока мы видим, что белорусские товары, российские товары, казахские товары заполнили наш рынок, на них работает объем, и соответственно цена ниже, а кыргызские производители не справляются с конкуренцией, не то чтобы в экспорте в эти страны, а в том, чтобы на месте, даже в Кыргызстане конкурировать. Я за свободную торговлю, я абсолютно считаю, что таможенные поршины даже не нужны, это нормально, если будут разные товары приходить и конкурировать, и отечественная продукция пусть конкурирует. Но когда мы внешний рынок открываем только для нескольких стран, и они в свою очередь говорят, мы тоже вам открываем, власти должны думать, как воспользоваться этой ситуацией. То есть есть рынок сбыта, и каким образом нам нужно сделать. А так получилось, что сначала они обвинили партнеров, что они не выделили деньги, мы должны были строить лабораторию, но они это заявляют через год-полтора. А потом говорят, мы из бюджета будем выделять деньги, это в принципе немаленькие суммы. В итоге до сих пор в целом системный вопрос не решен. И я считаю, что если говорить, по факту мы член ЕС, по факту Кыргызстан сейчас должен экспортировать свою сельхозпродукцию, вот уже через пару месяцев у нас новый урожай, а сейчас уже клубника и другие фрукты уже готовы к экспорту. Но правительство, на мой взгляд, очень тщетно справляется или никак не справляется. По крайней мере, это ощущение человека, который не находится с этим правительством. Но я взаимодействую с кыргызскими фермерами, с кыргызскими производителями и компаниями, которые у нас работают. И поэтому мне кажется, что ничего не изменилось. Главное, единственное, появилось больше заморочек, больше бюрократии, больше тарифных ставок на международную торговлю, для того, чтобы мы и с другими странами торговали. Но при этом возможности для нашей же страны не появились. И номер один объект или субъект, который виновен в этом, я думаю, правительство наше. У меня есть немного статистики. Как раз вы говорили по поводу внешнеэкономических отношений Кыргызстана. До вступления в ЕАЭС наблюдалось подъем внешнеэкономических отношений. Сейчас же наблюдается снижение экспорта на 10,7% и импорта на 27,4%. Также наблюдается спад таможенных пошлин на 23%. То есть по факту мы немножко откатились к докризисному состоянию, притом сильно откатились, буквально, наверное, на 4 года. Также вот на прошлой неделе в очередной раз не пропустили груз овощей через российскую границу, в Новосибирск. Из 200 тонн продукции большинство было нашего производства. Почему спустя 2 года все еще есть такие ситуации? И как вы вообще думаете, будут ли когда-нибудь у нас подстроены эти лаборатории, которые, я не знаю, по-моему, уже несколько раз говорили, по крайней мере, что выделяли деньги, выделяли специалистов, и по факту мы не продвинулись в этом вопросе ни на Йоту? Получается, что так. И проблема, на мой взгляд, заключается в том, что сейчас Кыргызстан, да, мы являемся членом ЕС, и у правительства есть целое направление по взаимодействию, да, там таможенные структуры, они переформатируют и переоборудуют под то, что должно подходить под стандарты таможенного союза. Но в плане контрабанды или в плане сокращения коррупции люди не замечают. Я общаюсь с импортерами некоторыми, и они сообщают, каким образом даже определенные потоки и схемы сейчас выстраивают. То есть тот же самый ЕС, который привел свою систему управления таможенными границами, она пока что никак не помогает. Коррупция какая была и контрабанда какая была, она в принципе сохраняется. Второй момент, то, что у Кыргызстана вопрос экспорта и импорта, мы тогда еще, когда выступали против вхождения, мы говорили, ребята, смотрите, Россия не пускает казахстанские товары, особенно, например, тот же самый алкогольную продукцию, то же самое зерно, Россия не пускала. И мы говорили, когда вот эти близкие страны, которые изначально объединились, не могут никогда договориться, я уже молчу о Белоруссии, где Лукашенко очень часто эти вопросы очень яро и остро поднимает. Мы получали ответ, что с нами не будет так, что вот там Кыргызстан заживет, вся наша продукция пойдет. И мы тогда говорили, а это же технические, вот не тарифные барьеры, которые включают, да, это сертификация, да, там от лабораторий, это каким образом через границы будут проходить. И мы говорили, что стандарты таможенного союза, они такие же, что и в Европу. И, соответственно, нам нужно понимать, насколько Кыргызстан может входить, если у нас ничего не готово. Чтобы соответствовать, особенно, когда они говорили о сельском хозяйстве, это же очень такой вопрос щепетильный для Кыргызстана, почему Кыргызстан не может обеспечить экспорт продукции в больших объемах. Потому что наши сельхозугодия, они разделены на мелкие участки, и там они по разным, по разным стандартам их выращивают. Конечно, международные организации, это западные причем, они финансировали создание кооперативов, и, возможно, это чем-то помогает, но власти почему-то этот вопрос абсолютно закрыли. И тогда у нас же объемы экспорта будут всего лишь в нескольких тоннах, потому что в одном стандарте для того, чтобы получить сертификацию у тех же лабораторий, нужно же, чтобы один сертификат работал на большой объем. А сейчас получается, что один сертификат должен работать на маленький объем, и все должны тогда получать. И вопрос не только в этом, еще в том, что вместо того, чтобы экспортировать в Россию кыргызские, например, сельхозтовары, мы же экспортируем туда цитрусы, которые у нас не растут. Это странно. То есть Кыргызстан никакой добавленной стоимости не создает и ничего не зарабатывает, за исключением маленьких наценок, которые, наверное, на реэкспорт добавляют. И все. И мне кажется, что власти, в частности правительство, должно было давно смотреть, как с этими вопросами справляться и как на основе того опыта, что получалось у Казахстана и Белоруссии, сделать так, чтобы Кыргызстан этим же не страдал. А пока что мы страдаем больше, чем все остальные страны, потому что каждый раз именно наш груз не пускают в Россию. Тоже вопрос. Не так давно я беседовала с человеком, который тоже был против вступления в таможенный союз. И там была такая странная ситуация, то что, по сути, в правительстве у нас нет определенных людей, которые отвечают за интеграцию. То есть там по маленьким-маленьким чиновникам раскиданы какие-то непонятные функции. В итоге толком никто ни за что не отвечает. Сталкивались ли вы с таким вопросом? И действительно ли это так? Или это только такие слухи? Я думаю, ответственность... Я бы не хотел, конечно, переходить на личности, но ответственность за провал в политике, конечно же, лежит на примере, но и на вице-премьере по экономической части. Потому что Олег Панкратов был и министром экономики, и замминистром экономики. На многих переговорах он представлял Кыргызстан. И сейчас почему-то он не поднимает эти проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. И, по крайней мере, я не вижу, чтобы он так же ряно, как он продвигал вхождение в ЕС, он этого сейчас не делает. И, на мой взгляд, внутри правительства вице-премьеры стоят выше. Пример, конечно, он всеми вопросами занимается, поэтому для него это не является специфическим. Но вице-премьер по экономической части, наверное, он и есть тот человек, который на нем и должен зацикливаться, должна зацикливаться главная или основная ответственность, потому что он должен это делать. По поводу интеграционных моментов, очень, насколько я понимаю, тесно сотрудничает государственная таможенная служба. Именно в плане, как информирование граждан об изменениях в таможенном союзе, ну и они, поскольку являются именно торгово-таможенным регулирующим органом, они в этом участвуют. Но пока я вижу, что да, они какие-то там моменты, которые принимает Москва, перенимает здесь и какие-то части из них сообщают, но чтобы активно они взялись за те проблемы, которые есть у кыргызстанских производителей и экспортеров, которые пытаются торговать с этими странами, я не вижу, чтобы они решали эти проблемы. — Тоже один из интересных вопросов. Какие альтернативные пути вы видите или какие пути развития уже данной ситуации? То есть, ну, понятное дело, что многие из нас недовольны. И более того, если раньше довольство граждан было на более высоком уровне, там официально сообщалось около 83% довольных людей, то сейчас гораздо ниже стал процент. Я говорю, да, мы все недовольны, но что делать, это главный вопрос. — Ну, я думаю, что конъюнктура страны такая, что ни один президент, ни один пример, ну, по крайней мере, в ближайшие десятилетия никто не скажет, не заявит о том, что Кыргызстан должен выйти оттуда. Во-вторых, раз уж гармонизированные таможенные процедуры, давайте подумаем, как Кыргызстан должен сейчас, по крайней мере, попробовать получить какую-то выгоду. И для того, чтобы это понять, нужно обратно же вернуться к тем самым фермерам, к тем самым предпринимателям, к тем самым людям, которые здесь что-то производят или хотят производить, и экспортировать их в Россию. И к ним же относятся разные инвестиционные проекты, потому что, когда наш Минэкономики презентует о Кыргызстане и говорят, какие у нас ништяковые условия для бизнеса, они всегда добавляют, вот у нас таможенный союз. То есть, пока что это номинально получается. Надо сделать так, чтобы и инвестиционные проекты, которые в Кыргызстане будут строиться, они изначально знали, что вот есть эти страны, вот есть лаборатории, есть ветеринарные клиники, есть все основания полагать, что если ты делаешь производство в Кыргызстане, тебе будет очень легко их экспортировать. И ты не будешь завтра мучиться, бегать по министрам, бегать по вице-министрам, бегать по депутатам, а потом понять, что Кыргызстан вообще ничего не может делать, а потом ты летишь в Москву, как предприниматель, и пытаешься решить проблему там. Наша власть должна быть как посол, как послы от этих предпринимателей. И тогда, если возникают проблемы, они должны решать. Это в рамках комиссии ЕЭК. Если комиссия ЕЭК не решает этот вопрос, рассматривать, каким образом на основе двухсторонних отношений между Кыргызстаном и Россией, или между Кыргызстаном и Казахстаном, каким образом можно этот вопрос решить? Потому что мы же сохраняем за собой еще дипломатические отношения, двухсторонние. Соответственно, мы можем также использовать другие инструменты. И, конечно, на мой взгляд, если у этих стран они поставили ограничение для нас, что мы просто так не берем ваши помидоры, они должны быть сертифицированы, значит, нам надо сертифицировать. И при этом Европа же для нас тоже открыла ВСП+, это всемирная система преференции, в котором 85% товаров мы можем без пошлины экспортировать в страны Европы. Для того, чтобы это делать, нам опять нужны эти лаборатории, нам опять нужны те объемы, которые мы можем создавать, их экспортировать. И в чем самый интересный прикол получился? Грузия-то подписала FDA, это соглашение о свободной торговле с Китаем. 95% товарных категорий, которые, например, производятся в Грузии, они без пошлины в Китай отправляются. То есть, если я в Грузии делаю бизнес, я могу на полтора миллиарда людей работать. И причем я не буду пошлину платить, что создает мне сравнительные преимущества перед другими. А Кыргызстан? Рядом мы граничим с Китаем. Через забор. Да. У нас либо получается смuggling, контрабанда получается, и в большей степени в нашу сторону, чем с ту. и все. Находясь рядом, являясь более стратегическим, возможно, потому что есть вопросы безопасности для Китая, которые для них тоже важны. Мы не можем пролоббировать свои интересы и создавать это сотрудничество. Я не говорю о том, что мы должны нацелиться только на одну страну или на несколько стран всего лишь. Нам надо просто круговоротом посмотреть, какой радиус у нас есть. У нас справа Китай, прямо Россия, слева Кавказ, я не знаю, и в другую сторону, это уже Юго-Восточная Азия. Почему бы нет? И самое главное, чтобы получается, сейчас что им мешает, это объемы производства и то, каким образом их сертифицировать, для того, чтобы их вывести. Конечно, здесь есть другие вопросы, транспортной логистики, и я до сих пор не понимаю, почему Кыргызстан так сильно медлило и медлит по железной дороге, о которой тот же самый Китай говорил. Они никак не могут решить эти вопросы, в то время, как уже железнодорожный поезд, который из Китая в Лондон идет через Казахстан, он запустился. И мне кажется, что все возможно. Не обязательно говорить, вот это нам не понравилось, наверное, пока что. Потому что пока что наши власти могли бы еще предпринять шаги, которые, может быть, помогли бы нашим предпринимателям. Но в целом, я считаю, что такие региональные торговые союзы, они малоэффективны. И у нас есть ВТО, которое включает 98% экономики всего мира, с которыми мы можем торговать. И с ними мы, кстати, с 1998 года тоже не торговали только по одной причине, потому что наши власти никак не могли решить вопрос о сертификации. И Международный институт сертификации, Айлок, к нам пришел когда? К нам пришел только в 2013 году. То есть мы просто десятилетиями, я не знаю, что делаем, просто сидим и думаем, а вот может быть предприниматели сами справятся. А они сами не справятся, потому что иначе издержки производства, они просто увеличатся, им надо будет постоянно либо через Казахстан, либо Москву, либо Турцию сертифицировать свою продукцию. Вот. Понятно. В принципе, все вопросы, которые я хотела вам сегодня задать, я задала, услышала. Диалог был интересен. Жалко, что у нас получился такой маленький диалог. Пустой. Без третьего участника, потому что я думаю, если бы все-таки какой-то открытый диалог между представителями власти, именно экспертами и представителями общественности состоялся, мы бы могли лучше понять друг друга. Пока это не получается. Будем надеяться и работать над тем, чтобы когда-нибудь мы услышали друг друга. Да, было бы хорошо, если бы мы понимали, что человек не пришел, потому что он бьется за Кыргызстан, поехал на совещание, я не знаю, с ЕЭК, с Евразийской экономической комиссией и пытается пролоббировать интересы кыргызских предпринимателей. Пока что, по крайней мере, мое ощущение, что такое не так происходит. И, к сожалению, и они избегают отвечать за свои провалы. Да. Спасибо. И до свидания. До следующих встреч. Спасибо.